МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика». Об основных событиях среды вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня день памяти Андрея Николаева, Космонавта-3. Каждый год 3 июля на родину дважды Героя Советского Союза. В Шоршелы приезжают те, кто его любит и помнит. На митинге, посвященном Дню памяти Николаева, побывала и наша съемочная группа. Он вечно с нами, душа его горит в ночи звездой. Любимый сын чувашского народа, прекрасный сын планеты голубой. Приветливая улыбка, добрые глаза, мягкий нрав. Всегда отличали любимого сына чувашского народа. После легендарного полета в космос Андреан Николаев стал очень популярным. Но слава его не испортила. Он остался в памяти всех добрым, скромным, чутким человеком. Славный великий сын. Чуваши прославил весь чувашский народ во всем мире. А Чуваши узнали все страны мира. Он обладал хладнокровием, был всегда целеустремленным, мужественным, верил всегда в свои силы и те цели, которые он ставил перед собой, всегда достигал. Андреан Григорьевич, вас помним, мы вас чтим, мы вас уважаем. И ваше имя мы постараемся, чтобы в памяти народа это и был образец нашего чувашского человека. Скромного, порядочного, трудолюбого и достойного человека. Кажется, что поток людей, которые несут цветы в часовню, где похоронен звездный сын Чуваши, никогда не истякнет. За считанные минуты усыпальница заполняется живыми цветами. В этот день обязательно звучит и любимая песня летчика-космонавта «Вещь-вещь кук-кук». Это место в Шуршулах никогда не пустует. В мемориальный комплекс приезжают не только российские, но и иностранные туристы. И им местные жители всегда с трепетом рассказывают об Андреане Григорьевиче. Мы, конечно, все помним Андрея Григорьевича Николаева и хотим достойно сохранить память о нем. Каждое утро, идя на работу мимо этого комплекса, всегда остается такое доброе впечатление. Вот он лежит, здесь его часовня. И то, что его похоронили в этом селе, это действительно очень хорошо. Народ каждый день видит, народ видит это место. Они помнят его, каждый день помнят, что этот человек вырос, рос и живет и сегодня в этом селе вместе с нами. В этом году впервые в День памяти решили провести конкурс рисунков на асфальте. Дорога Николаева от школы к звездам. На главной площади у памятника космонавту. Рядом с мемориальным комплексом появились целые планеты. Звездные дали, космические корабли. Глава Чуаши пожелал юным художникам вдохновения и затем посетил Шоршелскую школу, которая также носит имя Николаева. Недавно здесь полностью переоборудовали столовую. В учебных классах сделали ремонт. В последние годы из республиканского бюджета выделяется немало средств и на содержание объектов культуры. Благодаря этому Шоршельский информационно-культурный центр обзавелся современным оборудованием. У работников появилась возможность проводить праздники на высоком уровне. Шоршелцы могут похвастаться и своей библиотекой. Ее одну из первых в республике оснастили компьютерами. Правда, техника уже устарела и требует замены. Глава Чуаши тут же дал поручение и обещал, что в ближайшее время в Шоршелском культурном центре появятся новые компьютеры. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Подарок для творческих людей. Сегодня в Маргарушском районе открылся информационно-культурный центр. Такое название он получил недавно. По сути, в этом здании размещаются все необходимые селы-учреждения. Модельная библиотека, кружки, дискотечный зал и даже многофункциональный центр. Сегодня новоселье сыграли артисты народных коллективов. Теперь они будут выступать в новом помещении с самой современной аппаратурой. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Дом культуры в Большом Сундыре уже не раз менял прописку. Раньше он располагался в здании церкви, но талантам здесь не хватало простора. В селе появились кружки, инструментальные ансамбли и даже студия звукозаписи. Восемь лет назад в культурно-досуговый центр решили переоборудовать бывшую начальную школу. Молодым здесь всегда открыты двери. А вообще в этих кабинетах никогда не утихает музыка. В Доме культуры Большого Сундыря свое творчество массой продвигают уже знаменитые на всю республику коллективы. Двум из них присвоили звание народных ансамблей. Лица этих артистов знакомы многим. Они постоянные участники престижных фестивалей и конкурсов. Здесь же детей обучают актерскому мастерству, рисованию и лепке глиняных фигур. Спрос на такую самодеятельность в Большом Сундыре огромный. Кружки посещают более 200 человек. Своим творчеством местных жителей они удивляют постоянно. Устраивают выставки и концерты. Все мероприятия мы обслуживаем. Дни молодежи, начиная с дни Агадуи. Все праздники проходят с нашим участием. Как на уровне района. И выходим, конечно, на уровень республики тоже. Теперь концерты артисты будут давать в современном зале. Таким дворцом культуры может похвастать далеко не каждое село. Солисты народного ансамбля «Янош» уже оценили возможности новой площадки. Сюда, говорят они, не стыдно приглашать и звезд эстрады. Раньше им и вовсе приходилось выступать в здании церкви. Приходишь на репетицию, как будто в клуб приходишь, как будто в церковь. В церковь приходишь, как будто в клуб. Они же в одном здании были. Вот поэтому и такая чехарда была. А сейчас, слава богу, вот этот вопрос решился. Здесь практически уже информационные современные технологии будут внедряться поэтапно, пошагово. Для того, чтобы и те, которые в возрасте, и молодые наши люди, юноши и девушки могли приходить, уже общаться со всем миром. В строительство этого здания вложены немалые средства. Более 20 миллионов рублей. Зал напичкан самой современной техникой. Для того, чтобы звук был громче, мощные колонки, для яркого шоу – новые световые установки. Глава республики оценивал не только оборудование, но и условия, которые созданы для культурного отдыха. Удобно, что ли? Удобно. А? Пробовали? Да. Не падает? Не падает, нормально. Для удобства инвалидов в этом здании оборудовали специальные санузлы. Полы – тоже с секретом. На таком невозможно поскользнуться. Курс на модернизацию домов культуры в республике взяли недавно. Сейчас в аварийном состоянии находится более 200 объектов. Но и туда в ближайшие годы поставят самое современное оборудование. Современные учреждения культуры оснащаем уже современным звуковым, световым оборудованием, костюмами, вот эти коллективы художественной самодеятельности, народного творчества, которые здесь работают. В этом году капитальной реконструкции дождутся 20 домов культуры. Следующим планируют отремонтировать еще несколько десятков зданий. Недриковалев, Евгений Анисимов, Республика. Героями сегодняшнего дня стали супруги Никитина из Большого Сундыря. Глава Республики вручил им орден за любовь и верность. Александра Ивановна и Виталий Васильевич в браке 53 года. Они родились в одной деревне, оба всю жизнь трудились на благо колхоза «Знамя труда». Супруга рядовой колхозницы, глава семейства более 15 лет проработал заведующим фермой. Никитина воспитали пятерых детей и девять внуков. Именно таким супружеским парам, подающим пример в укреплении института семьи, вручают почетный орден. Героиню следующего сюжета тысячи жителей Республики могут назвать дамы своего сердца. В прямом смысле слова. Речь о главном кардиологе и заслуженном враче Республики Татьяне Мезуровой. Теперь ее заслуги признали и на федеральном уровне. Не менее 20 лет стажа, высокий профессионализм и личные заслуги в медицине. Только те, кто соответствует всем этим критериям, становятся заслуженными врачами России. В июне этого года людей с таким званием в Чувашии стало больше. По указу Владимира Путина, заслуженным врачом Российской Федерации стала главный кардиолог нашей Республики Татьяна Мезурова. Занимается делами сердечными она с 1986 года. И уже 9 лет держит руку на пульсе Чувашии. Еще в 2005 году Татьяна Николаевна возглавила республиканский кардиодиспансер. В этом году у нас день рождения кардиологическому диспансеру исполняется 30 лет. И до момента организации кардиологического диспансера в Республике существовали раздельные, разрозненные кардиологические отделения, которые работали, лечили кардиологических больных и лечили достаточно современно для того времени, для того уровня. Но с момента организации кардиологического диспансера, это система, которая существовала все-таки в виде отдельных кардиологических кабинетов, в виде отдельных кардиологических отделений, система организовалась и замкнулась в виде появления головного учреждения. В кардиологии постановка верного диагноза и своевременная помощь в вопрос жизни и смерти. Этому в Чувашии уделяют особое внимание. Сегодня в Республике четко создана система маршрутизации кардиологического больного. Это очень важно, потому что врач первичного звена должен понимать, куда его больной, сложный больной в диагностическом плане, сложный в лечебном плане, должен куда быть направлен для того, чтобы больной не застрял на первом этапе. Вот такая четкая маршрутизация позволила достичь неплохих результатов на сегодняшний день. И если мы говорим о нашем конечном результате, это смертность, то смертность по Чувашской Республике все-таки значительно ниже, чем смертность по России в целом. Чтобы получить самую современную и высокотехнологичную кардиологическую помощь, жителям Чувашии больше не нужно выезжать за пределы республики. Скорее наоборот, в наш диспансер приезжают из других регионов. Причем не только больные, но и врачи. Служба сердечно-сосудистой хирургии в кардиологическом диспансере представлена всеми направлениями. То есть мы сегодня проводим оперативное лечение при шемической болезни сердца, при врожденных, приобретенных пороках сердца, при сложных нарушениях ритма сердца и проводимости. В этом году в наши лечебные учреждения приехали еще сердечно-сосудистые хирурги и других регионов России, которые пожелали остаться в Чувашской Республике и работать. Что ж, отличные специалисты, новое здание, современное оборудование и признание государства. Наверное, единственное, чего еще желают себе кардиологи-чуваши, это поменьше работы. То есть, чтобы все жители Республики были здоровы. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Еще буквально сто лет назад этой профессии не существовало. А в современном мире без нее просто не обойтись. 3 июля страна чествует работников госавтоинспекции. Государственную автомобильную инспекцию учредили еще в далеком 1936-м. С каждым годом все больше и больше россиян с коней обычных пересаживались на коней железных. И работу инспекторов только прибавлялось. Сейчас ГАИ – это мобильная и технически оснащенная служба, которая не только следит за порядком на дорогах. В ее состав входят подразделения технического надзора, розыска автотранспортных средств, пропаганды безопасности дорожного движения и другие. А самое многочисленное подразделение – дорожно-патрульная служба. 3 июля у нас исполняется 77 лет образования госавтоинспекции Российской Федерации. Работа в этой системе, как мы помним, она перестраивалась неоднократно. Но сегодня сотрудники госавтоинспекции несут службу. Также хочется отметить и личный состав, который несет сегодня службу на дороге. Хочется отметить личный состав, который выполняет сегодня государственные услуги, выполняя, выдавая водительское сверение и регистрируя автомашины. Поздравляю с праздником, желаю успехов в нашей нелегкой работе, служить и защищать, честь и достоинство любого, наверное, полицейского. Всех благ вам! Кстати, автомобилистам расслабляться не стоит. Праздничное настроение и парадная форма не повлияют на бдительность инспекторов. Ольга Пырничкина, Андрей Спиридонов, Республика. Кстати, автомобилистам расслабляться не стоит. Праздничное настроение и парадная форма не повлияют на бдительность инспекторов. В выставочном центре Чувашского национального музея открылась необычная выставка кукол под названием «Старинная кукольная гостиная». Здесь каждый сможет окунуться в беззаботное детство, когда куклы, плюшевые мишки, резиновые лисички были самыми верными и веселыми друзьями. Коллекция Марины Нарадкиной поражает своей добротой, открытостью и необыкновенной энергетикой. Что неудивительно, ведь часть представленных кукол – это семейные игрушки, которые бережно хранились поколениями. Многие куклы попали к Марине в плачевном состоянии. Они были надежно отреставрированы и приобрели свой прежний вид. Для Марины Нарадкиной куклы – это любовь длиною в жизнь. Сегодня коллекция насчитывает более 200 экспонатов. «Самая первая кукла – это у меня мечта, которую я тайком брала у своей тетушки. Это вот как раз эта кукла. У меня были советские куклы, но мне они тогда как-то не очень нравились. Уже в 12-13 лет я упросила маму купить мне немецкую куклу, которая была очень грустная, и мне казалось, что она меня понимает. Она тоже в этой коллекции». В экспозиции Марины Нарадкиной представлены антикварные и винтажные куклы. Они отражают не только дух времени, но и культуру разных народов. Каждая кукла – это отдельная история, своеобразная загадка, разгадать которую сможет далеко не каждый. В куклу вложили свой труд многие люди, особенно это куклы ручной работы. И когда шьет одежду один, делал тело куклы другой, голову делал художник. Он общался в процессе изготовления с куклой. Я думаю, что у куклы душа есть. «Самые старые куклы у меня – это куклы вот это, это Теодор Рикнагель, и вот это Хойбах, и также вот это кукла Карман Марселя. Эти куклы периода 1890-1910 годов». Каждая работа – это произведение искусства, объект любования. В экспозиции куклы выполнены и в различных стилях и материалах, от фарфора до современных пластиков. В создании костюмов использованы антикварные и новые дизайнерские ткани, аксессуары. Германские, польские и итальянские куклы – мечта многих советских девочек, и не только. «Данная коллекция мне очень понравилась, и я остановилась именно на этой экспозиции, потому что здесь представлена одна из кукол, которая была у меня в детстве». Выставка продлится до 2 августа. Еще можно успеть посмотреть на малышей-галышей, советских Карлсонов, на первые заводные игрушки и многое другое. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Уже в эти выходные откроется 17-я Всемирная летняя универсиада. Спортсмены всех регионов России готовятся к предстоящему масштабному спортивному мероприятию. Семь мира спортсменов из Чувашии примут участие в играх в Казани. Шесть из них – в легкой атлетике. Екатерина Краснова будет соревноваться в спортивной борьбе. Наша съемочная группа побывала на тренировке многоборки Кристины Савицкой. Кристина Савицкая – опытная спортсменка. За ее плечами первое место чемпионата России по легкой атлетике – Олимпийские игры в Лондоне. Сейчас вместе со своим тренером спортсменка готовится показать высокий результат. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены со всего мира. Семь видов, два дня соревнования, борьба. Готовность хорошая, борьба все покажет, победит сильнейший, вы же знаете. И удача, улыбнется или не улыбнется. Но тренировалась она хорошо, добросовестно, поэтому мы надеемся на самое лучшее. А как оно будет, покажет только борьба. Владимир Слушкин отмечает, что за 9 лет занятий спортом его подопечная добилась немалых высот. Одаренная, целеустремленная молодая спортсменка имеет много шансов на победу в предстоящих соревнованиях. Кристина уже победительница регионального, федерального и мирового уровня. Сама Кристина от общения с журналистами отказалась, она уже настроена на победу и готова бороться за золото в составе сборной России. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. ГК ЧС Чувашии предупреждает. В большинстве районов Республики высокая пожароопасность. В Комсомольском объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи. 30-градусная жара продержится у нас еще неделю. В воздухе будет ощущаться духота. Так называемая эффективная температура, учитывающая влажность воздуха, скорость ветра и влияние солнца, будет составлять 34-39 градусов тепла. Влажность ожидается низкая, поэтому маловероятность ливней и гроз. Ближайшие дожди возможны только на следующей неделе при прохождении холодного фронта Североатлантического циклона. Будьте осторожны на солнце, берегите свое здоровье и соблюдайте меры пожарной безопасности. Я же на этом с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!